На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Инна Новикова и коротко о главных событиях этого дня. Космонавт в Нефтьюганске, герой России и амбассадор фонда Юнити путешествует по Югре в рамках своей благотворительной миссии. Проблему оперативно решили. Жители Су-62 пожаловались, что мерзнут из-за холодных батарей. Парк или лыжная база? Нефтьюганцев приглашают проголосовать за понравившийся проект и приблизить его реализацию. Нефтьюганск посетил герой России, космонавт Сергей Куть-Сверчков. Встреча с гостем города состоялась в школе номер 8 в рамках проекта «Волшебники Югры». Сергей выступил представителем благотворительного фонда Юнити. Вероприятия посетили учащиеся школы, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, рассказывает Мария Пель. Сергей Куть-Сверчков, вопреки стереотипам, в детстве совсем не мечтал летать в космос. Профессия была выбрана в более позднем возрасте. Я захотел стать космонавтом, потому что быть космонавтом – это невероятно интересно. Возможность встретиться с покорителем космических просторов школьники получили благодаря сотрудничеству фонда Юнити и жителей Нефтьюганска Мавлана Ханларова, создателя проекта «Волшебники Югры». «Мы сотрудничаем, этот проект нам помогает в наших проектах здесь, на уровне людей, на уровне тех волонтеров, добровольцев, которые работают. Поэтому они помогают нам, мы помогаем им». Сергей является не единственным космонавтом, участвующим в благотворительности. Работа с фондом Юнити началась для его команды еще на космической станции. «К нам на станцию прилетел скафандр с детскими рисунками по имени Мечтатель. И уже в полете фактически мы начали сотрудничать с фондом Юнити, который занимается поддержкой онкопациентов». Космонавт уже посодействовал в таких проектах, как «Скафандр» и «Спутник». Сотни детских рисунков, на которых изображены мечты маленьких больных, полетели в космос. Теперь представитель фонда стал участником проекта «Волшебники Югры». «Это благодаря правительству ХМАО и также благодаря отделу департамента образования города Нефтьюганска и отделу молодежной политики. И через них подсказали, спросили и стало интересно». Учащиеся школы номер 8, в том числе и дети с ОВЗ, смогли не только послушать увлекательный рассказ о работе за пределами планеты, но и задать свои вопросы. Детей интересовало, слышен ли в космосе звук, как космонавты передвигаются в невесомости, чем занимаются в свободное время и не только. «В свободное время космонавты могут читать, смотреть видео, слушать музыку, общаться с родными, кто-то фотографирует». По словам автора проекта «Волшебники Югры», организация подобной встречи далеко не последняя, ведь это отличная возможность расширить кругозор ребят и познакомить их с интересными людьми. «Однозначно, в любом случае, мы всегда готовы сотрудничать со всеми, кто готов оказать какую-то помощь – детям, взрослым, старикам и так далее. Мы всегда за». В память о сегодняшнем событии космонавт оставил свой автограф на школьной карте России. Но куда ценнее эмоции и впечатления, подаренные юным слушателям. Мария Пиль, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Не успели пожаловаться, как проблема была решена. Жители поселка Су-62 сообщили, что замерзают в своих домах из-за холодных батарей. К решению вопроса оперативно приступили сотрудники ДЖКХ и Юганск Транстеплосервиса. На место выехала и наша съемочная группа. За последнее время в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила только одна жалоба по поводу холодных батарей. О том, что подобных случаев гораздо больше, сотрудники ДЖКХ узнали при мониторинге социальных сетей. К решению вопроса подключились специалисты Юганск Транстеплосервиса. Они промывают коммуникации, делают замеры температуры до и после выполненных работ. «Мои сотрудники, мои специалисты, несколько бригад работают уже на протяжении нескольких дней, осуществляют промывку, прочистку сетей, имеется большое загрязнение. На сегодняшний день, помимо промывки сетей самих домов, также осуществляем промывку радиаторов непосредственно в самих квартирах. На сегодняшний день котельная работает в штатном режиме, никаких перепадов, сбоев на ней не наблюдается. Температурный график, который у нас положен по нормативу, он соблюдается». Свою работу сотрудники Юганск Транстеплосервиса начали 21 ноября. И за прошедшие три дня вернули тепло в семь жилых домов. Сами жильцы полностью довольны результатом и даже не ожидали, что проблема решится настолько быстро. «В администрацию она обращалась, и к нам приехали продукты уже, наверное, дня три. Буквально от нас не уезжает ни машина, никто не уезжает. Все здесь со шлангами, рабочие, все жил, также начальство здесь бывает. И как бы у нас сейчас батареи горячие». Сейчас сотрудники департамента ЖКХ обходят все деревяшки, чтобы заранее обнаружить подобные проблемы и быстро устранить. «Мы работаем сейчас с этими семью домами, остальные обходим, осматриваем. Если будет необходимость, мы продолжим свою работу». Сегодня представители администрации города проведут встречу с жителями СУ-62, которая состоится в культурном центре Лира, чтобы ответить на все вопросы горожан. Сотрудники департамента ЖКХ, в свою очередь, напоминают, что для своевременного решения тех или иных вопросов необходимо как можно раньше обращаться в ЕДДС. Актуальные номера телефонов вы сейчас видите на экране. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганск снова принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в категории «Малые города». Их реализация предусмотрена в 2024-2025 годах. Сейчас на портале «Открытый регион Югра» проводится общественное обсуждение, где определяется территория благоустройства в рамках данного конкурса. В список обсуждений вошел и долгожданный для многих жителей городской парк в 4-м микрорайоне. Строительство парка в 4-м микрорайоне предполагает обустройство нескольких зон, в том числе для тихого отдыха, массовых мероприятий, а также детского досуга и кафе. В голосовании участвует и еще один проект – благоустройство лыжной базы. Нужно выбрать одну из этих территорий, либо предложить свой вариант с обоснованием. Пока что лидирует парк, он набрал более 80% голосов. Лыжная база – около 20%. Общественное обсуждение продлится только до 10 декабря. Получить более подробную информацию и проголосовать можно на сайте myopenyugra.ru в разделе «Комфортная Югра». Более 10 тысяч нефтеюганских школьников было охвачено организованным отдыхом в уходящем году. Только на последних осенних каникулах в лагерях дневного пребывания провели свой досуг 2,5 тысячи человек. Итоги детской оздоровительной компании подвели на комиссии по социальным вопросам. Прошлой весной при школах и учреждениях спорта работали 17 лагерей, а летом – 20. В общей сложности за год в них побывали более 7 тысяч мальчишек и девчонок. Каждая из таких площадок имеет свою образовательную специфику и работает по актуальной программе – экологической, патриотической, спортивной или краеведческой. Депутатам несли предложение активнее посещать во время каникул культурные события – выставки, спектакли и экскурсии. Тем более, что подростки могут делать это бесплатно по Пушкинской карте. Культурой города, точно так же, как и округом, проводится в период каникул очень много мероприятий, которые дети и подростки могут посетить по Пушкинской карте. Но городом, насколько я знаю, Наталья Николаевна меня поправит, освоено всего лишь порядка 25% этих средств. То есть остальная львиная доля Пушкинской карты просто не востребована, а это очень большие деньги. Также во время каникул работали дворовые площадки, где с детьми занимались юные вожатые, а в ряде случаев и фитнес-инструкторы. Не отказались и от выездного отдыха. По путевкам, в том числе и наградным, в климатические благоприятные регионы отправили более 500 школьников. Основные направления – Тюмень, Екатеринбург, Новосибирская область, а также Краснодарский край и Крым. Более тысячи местных подростков успели еще и подработать. Кроме того, на комиссии внесли ясность по окончанию ремонта во дворце спорта «Олимп», который начался еще в мае. По словам председателя Комитета по физической культуре, работы выполнены на 98%. Финальная черта будет подведена до конца этого месяца. Что такое помощь? В городском архиве состоялась беседа школьников и волонтеров гуманитарной миссии. Неравнодушные горожане поделились личными историями и рассказали, почему не могут остаться в стороне. Встреча поколений «Мы вместе» организована в преддверии 2023 года – Года взаимопомощи. 2023 год в Югре пройдет под эгидой добрых, неравнодушных, отзывчивых и чутких людей. Именно таких небезразличных нефтьюганцев городской архив пригласил для беседы со школьниками на тему взаимопомощи. От любой помощи человек что-то получает. Она всегда является взаимопомощью. Ты отдаешь, ты получаешь. Поэтому любая помощь, она идет в две стороны. Поэтому детей надо приучать к этому, чтобы им легче жилось, чтобы им проще жилось, чтобы они были объединенными, сплоченными, дружными, поддерживали друг друга, подсказывали друг другу. Молодежь – источник новых идей. Для того, чтобы ребята привносили в волонтерство свои предложения и задумки, сначала краткий экскурс в историю. Примеры альтруизма в животном мире и сплоченность народов в дни трагедий. Например, после землеторсения в Армении 1988 года. А также помощь и в наши дни. В условиях горной местности, где от одного населенного пункта до другого, от одного поселения до другого, там не только большие расстояния, но и тяжелые условия, особенности рельефа, то мы понимаем, что если не дать кровь путнику, не дать ему воды и еды, то он мог бы погибнуть в таких условиях. Сегодня неравнодушные нефтьюганцы собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса и наших солдат. Так, на встрече ребятам показали, что уже собрано благодаря местному хору ветеранов, предпринимателей и активистам группы «Тепло из дома». Что переживает сейчас каждый россиянин, подчеркнули словами Владимира Высоцкого. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины, и еще и выплачут без вас, и без ваших улыбок тускнеют и вянут рябины. В рамках акции «Новый год детям Донбасса» в гуманитарном Грузии есть и сладости, а для наших солдат – теплые вещи, среди которых 300 пар носков. Еще учащийся школ пишут солдатам и своим ревесникам весточки. Участников очень тронули такие истории. «Если бы я был на их месте, вот мне пришло письмо, я прочитал, это такая как бы энергия, то, что тебя где-то ждут, что ты не просто воюешь, а то, что реально за что-то, что о тебе думают. Ты не просто куда-то тебя закинули, ты один, нет, с тобой целая страна. Сейчас, когда уже проводят такие мероприятия, значит, важно понимать, что уже нужно браться, что нужно уже что-то делать, а не сидеть на месте и думать». Чуткость, участие и отзывчивость формируются в человеке постепенно. Так, своими вдохновляющими личными историями вступления в ряды волонтеров поделились священнослужитель, жена-добровольца, участники гуманитарной миссии и сотрудники архива. Алина Морозова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Мобильный пункт на определение ВИЧ-статуса заканчивает свою работу в этом году. Завтра нефтьюганцы смогут пройти экспресс-тест и узнать результат уже через 10 минут. С 13 до 17 часов возле торгового центра Европы любой нефтьюганец сможет пройти бесплатное тестирование, при желании оставаясь анонимным. Также врачи ответят на интересующие вопросы. Как передается ВИЧ, чем грозит и можно ли это вылечить. В дальнейшем процедура с издачей тестов будет доступна в поликлинике в 16 микрорайоне. И последняя информация. На Голубом озере началась выемка льда для строительства новогодних городков. Во избежание несчастных случаев сейчас лучше не выходить и не выезжать на водоем, поскольку это опасно. И на этом наша программа завершена. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok